Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Бытие» и обратимся к 13 главе. Довольно компактная 13 глава посвящена в сущности одной теме. Тому, как Авраам и его многочисленные семейства и хозяйства расходятся с лотом и его, соответственно, семейством и хозяйством. Для составителя этот рассказ имел, по-видимому, достаточно большое значение, потому что он помещает его где-то вот в самом начале повествования о приключениях Авраама. И, в общем-то, среди многочисленных, наверное, историй отбирает, располагает в этом месте вот именно то, о чем здесь говорится, потому что здесь находится некоторая парадигматическая вещь, связанная с пребыванием Авраама и его потомков на земле. Собственно, речь здесь идет о том, что Авраам был очень богат скотом, серебром, золотом и путешествовал по Ближнему Востоку, от юга Египта, в сущности, практически от Феопской границы, до Вифиля вот в этом пространстве. И в основном находился здесь, в земле Палестины, в земле Ханаанской, где он был с самого начала и где он поставил жертвенник Господу. Там, где Авраам призвал имя Господа. Об этом тоже, в общем, стоит задумываться, об этом выражении. Но для автора и составителя главное другое. Они говорят о том, что лот, племянник Авраама, тоже был богат, у него тоже были большие стада, и эти два как бы родственных клана, многочисленных, не только семьи, но и слуги, пастухи и так далее, вот эти два клана стали мешать друг другу с трудом помещаться на земле. Непоместительна была земля для них. Ну и, конечно, возникает в связи с этим некоторая проблема, которая нуждается в решении, и мы все понимаем, как обычно люди решают эти проблемы путем насилия. Когда места мало, когда требуется жизненное пространство, ну вот мы склонны сгонять с земли тех, кто с нами там так или иначе конкурирует. Как будто вы одни поселены на этой земле, говорит Исайя. Вот ожидаешь, если ты первый раз читаешь этот сюжет, чего-то примерно такого, как они будут преодолевать эту проблему. Заметь ты так же, что когда народ Божий водворяется в Ханаане, не совсем это происходит так, как рассказывают исторические книги, скорее так, как рассказывают книги Исход. Где-то между территориями, занятыми ханаанскими народами, вот они постепенно занимают все больше и больше территории, и то так до конца и не овладевают, так сказать, ею полностью. Это миф, что пришли всех, выгнали, и вся территория стала территорией народа Божьего. Это исторические книги, так рассказывают из некоторых условно-патриотических соображений, а на самом деле, конечно, нет. По чуть-чуть, не полностью, по возможности избегая конфликтов и так далее. Но в то время, когда составитель составляет, собственно, книгу бытия из древних записанных преданий, которые достались ему, которые попали к нему в руки после разрушения Иерусалима, где-то в конце пленной эпохи, а то и вовсе после возвращения из плена, то, конечно, у него перед глазами еще одна модельная для иудейского народа ситуация, а именно отношение разнообразных окрестных народов, Маавитян, Идумеев, Идумитян тогда их называли, и тому подобных народов Ханаана, которые особенно тоже никуда не делись, вот в отношении их к тому, что иудеи вернулись из плена и пытаются снова водвориться в Иерусалиме, и, собственно говоря, именно тем, что самим тут места мало, а еще вот эти вот понаехали тут, и мотивирует всякие хананейские народы свою враждебность по отношению к иудеям. Так что иудеи, как известно, вынуждены были восстанавливать стены Иерусалима, держа в одной руке лопату, в другой руке меч. Ну, понятно, что, может, это не прям буквально так было, и, может, это и фигура речи, но, тем не менее, все время они вынуждены были переключаться с меча на лопату и обратно. Так вот, как решать эту проблему? Как должно быть? Как правильно? Что вообще люди должны в подобных ситуациях делать? Вот, как, например, поступают в похожей ситуации Авраам и Лот. Рассказывает нам автор книги «Бытия». И говорит о том, что Авраам сказал Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою, не вся ли земля пред тобой, отделись от меня, да не будет раздора между мною и между тобою». Для современного читателя, как, по-видимому, и для древнего и средневекового, гораздо естественнее было бы увидеть здесь слова «Пусть у меня будет столько земли, сколько мне надо, а ты там как-нибудь по остаточному принципу». Автор здесь говорит, «Да не будет раздора между мною и между тобою». Автор представляет Авраама человеком, который ценит мир больше, чем территории. Вот, и это совершенно в рамках современного дискурса. Точнее говоря, конечно, совершенно перпендикулярно современного дискурса, когда люди то там, то здесь, в самых разных конфликтах обсуждают, что правильно мир в обмен на территории, или территории в обмен на мир, или что-нибудь еще. Вот Авраам по рассказу автора и, соответственно, составителю книги «Бытия» делает выбор однозначный. Мир важнее. И важнее не конфликтовать из-за территорий. Не конфликтовать из-за территорий. И это, кстати, тоже довольно неожиданный и для эпохи составления бытия принцип. Потому что тогдашние архаичные цари, примитивные, как табуретка, считают, что чем больше территорий, тем они сильнее. Потому что интенсивность сельского хозяйства низкая, поэтому если хочет, нужно прокормить большое население, большую армию, значит, нужна большая территория. Вариант лучше обрабатывать землю и орошать ее ими не рассматривается. У них организационных способностей не хватает для таких вещей. Чем больше территории, тем больше на ней рождаются людей, поэтому можно набрать большую армию, ну и дальше там, значит, тешить свою страсть к величию обычным для царей неприличным образом угнетая окружающих. Поэтому идея хватит земли. Вот давай тогда я направо, ты налево, если ты налево, я направо, если направо, я налево. Да не будет раздора между мною и тобою. Не будем из-за этого ссориться, кто, где, в какой момент находится. Этот принцип действительно может быть революционный. И мы, на самом деле, может быть, с трудом в состоянии представить себе, до какой степени он мог звучать революционно. Там, где все, все время говорят, это наша земля, мы тут жили задолго, до чего-нибудь, совершенно не важно чего, и не важно насколько задолго, а вы там уходите куда-нибудь в Антарктиду. Ну вот, автор книги «Бытия» и ее составители понимают, что нет в этом правды божьей, а правда божья в том, чтобы не было раздора между мною и между тобою. И вот Лот избирает окрестности Содома и Гаморры, далеко не самых симпатичных населенных пунктов, скажем, мягко, но автор говорит, что вот и он выбрал, потому что была плодородная земля до того, как Содом и Гаморру постигла катастрофа. И Авраам принимает этот его выбор. И когда Авраам, так сказать, остается один, Лот отделился, он остался сам по себе, не отвечая уже не за кого, кроме своего собственного клана, Господь по сообщению автора обращается к Аврааму и говорит ему, вот посмотри, с той возвышенности, где ты стоишь, вот посмотри, к северу, к югу, к востоку, к западу, всю землю, которую ты видишь, дам я тебе и потомству твоему навеки. И вот, видите, во-первых, конечно, это обещание означает для Авраама, что ему и его потомству всегда найдется некое место. Вот Бог, который, владыка неба и земли, объявляет принадлежащий Аврааму и его потомкам вот эту территорию, ту, которую он может обозреть холма, где стоит шатер Авраама. Это само по себе достаточно важно, потому что быть вечно в статусе каких-то скитальцев, бедуинов и беженцев, в общем, достаточно ненадежная вещь. Но и не это даже самое главное, а самое главное, что Господь говорит, и сделаю потомство твое, как песок земной. И сделаю потомство твое, как песок земной. Многочисленное потомство для Авраама это в первую очередь способ победить смерть. И для автора того архаического рассказа, который мы здесь с вами видим, а это действительно рассказы, имеющие чрезвычайно древнюю основу, смерть обрывает все и ничего не остается от человека. и для того, чтобы ее превзойти, победить, необходимо, чтобы было потомство из поколения в поколение. К тому же, не будем забывать, что для архаической культуры характерно представление о том, что весь многочисленный длинный ряд поколений, весь род находится внутри организма своего основателя в самом, что ни на есть биологическом смысле. Поэтому основатель рода имеет полное право и совершенно естественным образом заключает договоры, в том числе с Богом, от имени своих потомков, потому, что они в нем в этот момент присутствуют. такой действительно несколько биологизированный взгляд на вещи, но он имел место. В то время, когда составители составляли книгу Бытия, да и книгу Искоду тоже, может быть, этот взгляд уже был несколько старомодным, но все-таки они очень упорно его имплементируют, говорят об основателях как своего рода контейнере, где как в матрешке, только бесконечной матрешке содержатся потомки, и поэтому с ними происходит то же самое, что с самой, так сказать, самой наружной матрешкой. Вот. Что действительно здесь важно, потому что для людей, которые в такой парадигме думают о своей жизни и смерти, обещание потомства бесконечного, которое будет как песок земной, который невозможно сосчитать, это собственно доступное их архаичному сознанию, обещание вечной жизни, обещание победы над смертью. Ну, а как еще кочевнику-скотоводу, такому, как Авраам, объяснить, что такое вечность, вечная жизнь, надо сказать, что современному человеку тоже это объяснить ничуть не проще, а из всех известных и общепринятых объяснений вот это представление о бесконечной длительности, самое непонятное и нелепое. Тем не менее, что обещает Бог Аврааму? Потому что, в конце концов, ну, потомство паче песка земного, или не паче песка земного, сегодня мы скорее склонны думать, что дело не в численности потомства, а архаичный автор думает за Авраама, что дело именно в количестве потомства, и чем больше потомства, тем меньше вероятность, что этот самый основатель клана, основатель рода исчезнет, погибнет, умрет, потому что он продолжается, поэтому слова в тебе благословятся, все племена земные тоже чрезвычайно важны.